Нафтогаз оставляют украинцев без отопления. Из-за агрессивной политики монополистов в стране на грани банкротства оказались теплокоммунэнерго. Эксперты энергетического сектора утверждают, нафтогаз использует схемы, через которые поставляют котельным топливо по завышенным тарифам. Как втридорого продать газ, выясняли наши корреспонденты. Пётр Дядык, пенсионер из Хатина, Черновицкой области. С супругой живут в небольшой квартирке. Львинную долю своей пенсии отдают на оплату коммунальных услуг. Мужчина утверждает, зимой, чтобы не замёрзнуть, топят печь дровами. Но это не спасает. Мало того, что газ подают по высоким тарифам, так он к тому же и не горит. В столице ситуация не лучше. Только дровами в квартире не протопишь, жалуется киевлянка Нина. К тому же стоимость за отопление со следующего сезона может повыситься в 2-3 раза. Да ну, про что вы говорите? Это муки одни и все. Это знущение с украинского народа. Эксперты утверждают, в ближайшее время «Нафтогаз» будет проталкивать свою инициативу, которая подразумевает повышение цены газа для населения на 60-70%. К слову, схему, как искусственно завысить стоимость голубого топлива, украинский монополист разработал ещё 2 года назад. «Нафтогаз Украины, не подписывая такты приёма-передачи от ТКЕ, от распредкомпании облгазов, то потом этот газ можно засчитывать по цене коммерческой, плюс начисляя штрафы и пении. Соответственно, цена конечная будет раза в 2,5 выше, чем 6,995. Это цена по тарифу, тариф для населения типа «Коммунэнерго». Вот такая схема существует и, к сожалению, была применена «Нафтогазом» по отношению к целому ряду ТКЕ на протяжении 2016-2018 годов. Такая агрессивная политика «Нафтогаза» ставит под угрозу дальнейшие отопительные сезоны. К слову, в Харьковской области уже обанкротилась компания, поставляющая тепло для нужд населения. Монополистов винил предприятие в несанкционированном заборе газа из трубы, после чего стоимость топлива пересчитали по двойному тарифу. «Газ для этого потребителя дорожает от рыночной стоимости в 2 раза. А от стоимости, на которую оно может рассчитывать для своей категории, дорожает практически в 4 раза. То есть, фактически, предприятие потребило газ и рассчитывало его купить по так называемой социальной цене, а должно было покупать по рыночной цене в 2 раза дороже. Но к чему это привело? Это привело к тому, что данное предприятие уже не смогло функционировать в отопительный сезон 2017-2018 года». Для одних сверхприбыли, для других банкротство и уход с энергетического рынка, утверждают эксперты. «Соответственно, теплокоммунэнерго должно в 3 раза больше денег нафтогазу, за тот газ, который должен был поставляться по социальной цене. В системе якобы не баланс. А нафтогаз записывает себе прибыль, потому что в данном случае, чем выше прибыль нафтогаза, тем больше премия господина Кополева. Очень простая схема». В результате махинации нафтогаза несколько населенных пунктов остались без отопления. Люди вынуждены были срочно за собственный счет устанавливать устройство автономного обогрева жилья. «Оборудование в квартиры, люди и проекты, и оборудование, котел, батареи, трубы и так далее, все покупали за свой счет. Единственное, что нам сделали реконструкцию газовой магистрали, сделали за счет бюджетных средств. Приблизительно обошлось это все людям в 25-35 тысяч гривен». Впрочем, такая политика нафтогаза в ближайшее время может привести к массовому банкротству теплокоммунэнерго по всей Украине, считают эксперты. Но дальнейшее развитие событий зависит от кабинета министров. «Я считаю, что они должны развиваться в направлении отставки господина Коболева. За все вещи, которые он натворил за последние 4 года, уже достаточно. Самой последней, наверное, точкой – ситуация, которая сложилась в марте месяца, когда прикручивали. А сейчас нафтогаз благодарит украинцев за то, что они прикрутили, предложением поднять тарифы на 70% выше, чем действует сейчас». Схема, разработанная топ-менеджерами нафтогаза, позволяет продавать социальный газ по завышенным в несколько раз ценам и приведет к повышению тарифов на тепло уже в следующем сезоне. Также она дает возможность топ-менеджерам нафтогаза ежемесячно получать миллионные премии. К слову, в этом году украинский монополист намерен премировать руководство компании практически на 1 миллиард гривен.